Привет, продолжается Нью-Вегас, охота на яйца разных существ, я хочу еще в Битроспрингс заглянуть. Поскольку написано, что мы там мягкосердечный дьявол, то я делаю вывод, что это какое-то из мест обитания НКР. Мы, может, там поможем им, поднимем репутацию, но мы начнем от хибары фальшивого крышечника. Да, да, наверное, так. Это местность, около которой был самолет. Вот, и впереди кому-то тут жить надоело конкретно. Ой, это касадеры, слушай, Рекс, тут шутки не надо шутить сразу с ними, давай. Джонни пару раз пальнет. Такие серьезные касадеры, причем. Это молодой. Сразу же заваруха, но я слышал выстрелы еще. А, это Кэссиди стреляет, собственно. Я могу промазать, нормально прошло, главное, чтобы никого не отравили. Рекс у нас кибор-пес, наполовину пес, наполовину киборг. И там еще касадер летает, которого я, ну, никак не выцелю, ребята. Надо подлететь к нему поближе. Я попал. Это молодой, да? А вот этот старший. Старшего агро, перезаряжаюсь. Что-то подзастрял. Молодой, вот этот интересует. Я не попаду по нему. Я попал, господи. Автоприцеливание хваленое. Так, Кэссиди, стреляй по нему, хорошо. Вот этого надо завалить. Он там потому что летает. А мы сейчас яйца, кстати, кого ищем? Вроде бы касадеров и ищем. Но я этого не помню. Молодой пустой. Давайте перегруппируемся. Ядовитые железы пособираем с них. Сразу же серия начинается с драки. И куда нам идти? Нам куда-то туда. Я туда не хочу. Я хочу сюда поставить маркер. Это наши бойцы, да? Кэссер Экс. Отлично себя чувствует. Не проблема. Все, потихоньку идем. По маркеру. Начнем с Биттер Спрингс. Или начнем с... Слушайте, тут... Тут вроде и когти были смерти. Тут опасно. Но мы... А, мы идем на... Почему трава опять отображается? Я же врубал. Ребята, еще секунду. Экран. Не сохраняется. Почему это настройки с этой травой? Возможно, потому что... В эмуляторе они сохраняются. Не в эмуляторе, а в этом в лоудере игры. Не знаю. Посмотрим. Потом решу эту проблему. Чтобы эта трава не раздражала. Красные камни и кассадры. В больших количествах нас ожидают. Двое, наверное. Ну, давай стреляем как-то так. Бабах! В пузевич просто получает. Выстрел. Кесади промахивается. Там еще один. И он летит, кажется, на нас. Я не вижу его. Вот он. Из ватса стреляю. Не знаю. По телу. Нет. По попаданию было. Хорошо. И Рекс его добивает. Отлично вообще. Интересные тут горы. О, тесные телесные контакты у нас. Ядовитые железы берем. Дробовик перезаряжаем. Из дробовика хорошо стрелять по ним. Надеюсь, Рекса не отравили. Это надо проверять. Еще один молодой кассадр. Я по Рексу попал. Кританул его. Хе-хе-хе. Рекс, извини. Дружеские подколки. Сразу тебе два стимулятора. И тут мы вроде бы закончили. Нам вперед куда-то идти. Надо бы это прилично пилить. Давайте сначала это задание сделаем. Потом посмотрим. Никто не отравлен? КС и Рекс нормально себя чувствуют. Давай я попью воды. Помощь. Поваренная книга патриота. А что по воде? Я еще купил воды у бродячего торговца. Вонючую тыкву еще съем. Не страдая от обезвоживания. От кассадров можно пострадать. Тут их много достаточно. Не знаю. Не попал. Летят на меня. Вероятности отвратительные. Давай какую-то поваренную книгу. Действительно используем оружие. Энергооружие. Замочный мастер. Это военное обозрение. Может ментаты еще съедим? А ментаты одни остались, да? Миндекс психа у меня нету тоже. Рикошет, регенерация очков действия. Это пойдет. По одному попал. Не сильно увеличилась, честно говоря, точность. Не, 8 не пойдет. Вот по телу 27% Джонни стреляют. Это противные противники. Рекс побежал уже просто. У меня перезарядка. Рекс их шотает просто. Слышишь? Потому что регенерация очков действия не сильно работает. Рекс не отравлен? Не, он хилится сразу. Там сверху еще противник. Это, наверное, Кассадр. Я помню точно, что собаку они отравят. Это точно, ребята. Это вот прям инфа соточка, как говорят. Один наверху. Я это точно помню, потому что, когда я первый раз проходил, то там были напряги, чтобы лечить собаку. Я тут запрыгнуть не могу. Нужно как-то попытаться это все обойти. Джонни, тут 2 метра просто преодолеть. Преодолено. Сейчас опасно будет, потому что их, судя по всему, сейчас будет целая пачка на нас вылетит. Это огненный геккон. Вернее, то, что от него осталось. Еще один огнем полыхнул. А, потому что наши на него уже решили влететь. Давай, стреляю. Без головы. Ох, там много противников. А вот и ночные охотники. А я не вижу их, к сожалению. Мой дробовик их узреет. Они застряли в текстурах. Вот и что я должен делать с этим, а? Гранату метать. Все патроны закончились. О, этого поджег. Так, он вышел из инвиза. Выстрел из револьвера. Опять застревания в текстурах невероятные. Завалил. Еще один где-то впереди. Тоже застрял в текстуре, ребята. В первой серии Шаен погибла в текстурах. Из-за вот этого. Надеюсь, Рекс не погибнет. Иду вперед на убежище ночных охотников. И впереди что-то присутствует. Должна быть пещера, наверное, какая-то. Напарники там остались. Напарники должны вместе со мной в пещеру переместиться. Пещера Бладборн. Бладборн. Неплохо. Игра есть в Бладборн. Крутая, кстати. Очень крутая. Мы в пещере Бладборн. Сразу опасность. Сразу дробовик. Да, по патронам останавливающийся. Слак. Обычная дробь идет. Спокойно, Кэссиди. Сейчас не выпендривайся, пожалуйста. Сразу говорят мне осторожным быть. Джонни сама осторожность. Они невидимые. И это задание уже такое небазовое. То есть тут может быть действительно тяжело. Но Джонни идет вперед. С револьвером наперевес охотничьим. Не видит ни одного ночного охотника. Заперта очень сложная решетка. Сейчас мы ее вскроем. Растяжка. Аккуратно. Так. Бутылка из-под газировки. Сундук заперто средний. Давайте посмотрим, что тут у нас в сундуке. Куча долларов НКР. Аурелия и Легиона. Бутылочная крышка. 7000. Динарий и Легионов 5. Это клад. Действительно хорошая заколка. Радыкс и спок. Очищенная вода, которой так не хватало. 12,7 мм пистолет-пулемет. Пустые шприцы. Жаль. Хотелось бы, чтобы это был Медыкс. И нам тут приветы передают. А ну-ка давай сюда, Кэссиди. Поломала уже 12,7 мм пистолет-пулемет? Не, не поломала. Нормально. А патронов у тебя 94 осталось. Ну вот эти забери. Ну и все, 121 патрон у тебя есть. Очень хороший тайник. Очень хорошая награда. Лезем дальше. Ожидается нападение ночного охотника. Вижу их. Повело прицел. Повело прицел. Попал. Завалил. Еще двое впереди. Интересно, пойдут на нас? Непонятно. Хустыночных охотников забираем. Неплохой выстрел Джонни. На вскидочку просто. Это молодой. Рекси его просто закусит им. Кровь забираем. О, Богорок, опять вы. И вновь они встретились на пустошах. Куда идти, непонятно. Пойдем куда-то сюда. О, человек перфоратор начинает свою деятельность. А вот и легионер. Ухо легионера. Давай сюда. Срезаем как с эльфов. Джонни, охотник на эльфов. Уши легиона. Перебежку делать тут уже, по-моему, нет. Не, впереди, слушайте, целая толпа. Нам нужен какой-то, наверное, миниган. Чтобы это все развалить будет. Давай попробуем. Тебе по голове. Тебе по голове. И очки действия заканчиваются. По одному попал. Надо дробовик достать. Всех развалили. Стимулятор применили. Ну, неплохо. Я какую-то, по-моему, еще... Ачивку. Рукотворный апокалипсис. Сто из ста убивать всех. Неплохо. Как себя чувствую? Вроде нормально. Погнали дальше. По пещере. Думаю, надо идти с дробовиком чистить тут все. Просто не... Никакого стелса. Ох, тут динозавр Динки. Ох, охотничий дробовик и патроны 12-го калибра. То, что нужно. Макароны с сыром. И... Лагерный костер. Стейки из геккона могу сделать, кстати. Выживание. Давай сделаю. 24 стейка из геккона. Почему нет? Патроны 45-70. О! Автолевелинг все-таки присутствует в игре, потому что... Эти патроны, которыми я стреляю сейчас, они выпадают. И очищенная вода, которую я искал. И охотничий револьвер. Ну, конечно же. Да, автолевелинг присутствует. У меня игра. Gunrunners Arsenal. Крутой револьвер. Эй, я вроде бы сделал круг почета. О, НК Эрвиц. Посмотрите. Штем с очками, броня НКР, граната и боевая винтовка. И все, на этом пещера заканчивается. Интересно, Кэссиди, откуда-то наверх надо будет пилить? Давайте посмотрим по карте местности. У нее сюда куда-то. Там цель нашего визита. Хе-хе-хе, тут стульчики даже поставили. О, мне куда-то, судя по всему, вообще залазить надо или нет? Неясно. Где-то здесь наша цель. Вот эта кладка. Яйца ночного охотника забрал. Еще по карте местности могу куда-то интересно пройти. Могу вот сюда, с шорткатом, так называемым, пройти. Выходим, идем в Биттер Спрингс. Там продадим эту всю ерунду. Я надеюсь, НКРовцами поторгуем. Чуть-чуть, может, с ними отношения улучшим. Потому что Джоннишу в последнее время слишком зол был к ним. Но хотя у нас статус мы давно, кстати, не смотрели. Добрый мессия просто. Господи ты, боже мой. А статус по этим... По репутациям бомбисты. Кумир. Любимец Братства Стали. В Ханах свой человек. Гуд Спрингс. Любимец. НКР Меккосердечный Дьявол. Новок. Кумир. Белая перчатка. Кумир. Подрывники. Презренные. Последователи Апокалипсиса. Любимец. Стрип. Свой человек. Фрисайд. Любимец. Джонни Рок-н-ролльщик просто настоящий. Только Рок-н-ролльщик не может найти выход. Из сложившейся ситуации. Мне приходится это все пещеру обходить, судя по всему. Очень плохо видно. Господи, если писать об Ливе, он такая же гамма там будет, да? Не знаю. Но мне хочется в эти дрожащие острова поиграть. Очень хочется, ребята. Я потому что не играл в них и очень хочется. Но Абливин это такая игра. Отвратительная, честно говоря. С этим автолевелингом. Есть идея, как его делать. Есть легкий челлендж даже на него. Легкий очень челлендж. Потому что я сложность там не буду трогать. Опять-таки из-за автолевелинга. Но в голосовании побеждает Mind & Magic. Наверное, Mind & Magic надо писать. Это приоритетнее. То есть я буду писать быстрее. И следующая ролевая игра у меня записана уже. То есть она будет после Фалача. И сейчас просто заканчиваю Фалач. Себе в удовольствие катаю. Куда-то сюда мы выходим. Потом посмотрим. В Абливин, ну неплохо можно помахать мечом. А вот тут можно было по верху пройти все это время. Посмотрите. Я уже неоднократно рассказывал. И об этом еще будет сказано в одном из следующих шутеров. Что у меня сейчас видяха на переходнике. И я в темных помещениях очень темно. Я не знаю, как это перенакрутить. В плеере все нормально. В плеере, когда видно. В некоторых играх нельзя отрегулировать. Только если яркость максит. Идем в Биттер Спринг. Спереди противник еще, кстати. Сейчас расслабляться нельзя. Поэтому Джонни зачехлил револьвер. И просто в лицо совершает несколько выстрелов. Этому Геккону. Неплохой выстрел. Да, охотничий револьвер тащит. Я не знаю, какое из оружий может быть сильнее. Наверное, только Секвуэр Рейнджера. О, может в Биттер Спрингс мы сможем эту пушку найти. О, бегут еще. Ну давай, давай. Не, так постреляем. А вот теперь можно и в Адсам. Когда они подошли. Тебе. И тебе, не знаю, в Пузевич. Бдыщ просто. Его остановил этот выстрел. Рекс набегает. Добили. Это не все. Еще противники. В ухо получил просто. Так. Следующий на Рекса нападает. Это опасно. В тело ему. Два останавливающих выстрела. 44 калибра. Это не добило его. Готов. Еще кто-то есть. Слушайте, это засада гекконов. Гекконы приготовили засаду в горах. В голову просто получают. Готов. Членовредитель. Колечность противника. Забираем шкуры. Мясо. Уровень сразу. Отлично. 34 сейчас перк будет. Что качать? Скрытность хочу. 65. Холодное оружие не надо. Медицина. Сколько очков? Холодное оружие давай. 20 сделаем. Что-то прикольное взять. Посмотрим, какие перки есть у нас. Так. Ядер. Химик. Тайны довоедных мастеров формулы особых видов ядерколы. Дает возможность готовить ядерколу. Не хочу. Облученная красота. Теперь сон не только восстанавливает здоровье, очищает ваш организм в радиации. В режиме хардкор здоровье не восстанавливается, но из-за вашего организма выводится 100 радов. Ерунда. Дружеские подколки можно взять. Наносят спутникам куда меньше поражения. Позволяем вам беспечно поливать всех огнём. Огнём. Не хочу. Понимать ночных охотников. Зрелье ночного охотника даёт вам прибавку к восприятию плюс 1. Сопротивление яду и скрытности. Это очень крутой перк. Уровень 20. Выживание 25. Видите, надо качать выживание. Серпентокинолог. Берём плюс 1 восприятие сопротивления яду и скрытности. И я перегружен. Кассиди, ваш... Выпить бы не мешал, это не вопрос. Только надо заработать. Надо заработать. Так, костюмы, подождите, Кассиди. Надо заработать. Заработали. А знаете, как вы будете зарабатывать? Вы понесёте. Вы понесёте. Яйца геккона. Ядовитую железу Кассадоров. Вот это понесёте. Постоишь, прицель надо выкинуть. Кровь ночного охотника весит. Это понесёте. Капсюль, охотничий патрон. У меня веса многовато. Оружие, боевую винтовку понесёте. Мачете. Ну, гранату я вам дам. Только не по нам я вас попрошу. Охотничий дробовик, обойдётесь. Всё. Несите. Так, где... Вот туда нам идти. Потому что там Биттер Спрингс. Хочу туда попасть. Рекс, где? Где собака? Живая. Всё хорошо. Собаку надо оберечь, ребята, вы знаете. Недавно комментарии прочитал. Мне иногда приходит... Ну, не то что с опозданием, а... Я вижу все комментарии, которые вы пишете, но... Как бы закончена уже серия прохождения. А комментарии продолжаются, потому что пишут люди, которые смотрят до сих пор, или которые новенькие. И про Арканум был комментарий, что типа, что я не загрузился, и собака умерла. Типа, что не надо было выпендриваться. Вот. Но я же играю так, как хочу. Мне всегда так нравится. Не то, что как хочу, а... Без абузов. Я не сейвлю сохранениями. Ну, вот с Вероникой это был, конечно, у нас исключение. Было сделано ради Вероники. Но я во всей RPG так играю. Специально сейвить НПЦ, по-моему, неинтересно. Биттер Спрингс выглядит не ахти, честно говоря. Какой-то лагерь легиона сторли с лица земли. Это беженцы. Хороший рейнджер, мёртвый рейнджер, слышишь? Непонятно, что это такое у нас. Это лагерь НКР. Но беженцы что-то тут плохо к ним относятся. Давайте посмотрим, что тут происходит. Доктор. Водку пьёт. Это не символ НКР. Неужели Биттер Спринг захвачен легионерами? Нет, НКРовцы здесь присутствуют. Сэр, доложите обстановку. Вы выжили, да? Ага, вы после атаки просто. Куча патронов, интендант, что-то тут нету никого. Я могу у них патроны брать, 5.56. Грязная вода мне не нужна. Тут патроны у них энергетические. Такое себе сундуки, это всё такое. Но патроны можно взять. Стелсбой, электронный заряд. Триста восьмой. Кто главный в лагере? Не могу понять, кто главный. В главной палатке должен кто-то быть. Доктора нету, я не знаю. Можно тут поспать. Докторский саквояж у них есть. Пакеты крови, антирадин. Надо понять, что тут случилось. Вот там какое-то здание. Ну, палатки такие интересные весьма. Тут кто-то бегает. Я пытаюсь найти НПЦ, который бы нам объяснил, что тут случилось. Хотят спать они, посмотрите. Это главный вход в Биттер Спрингс. Давайте подождём. О, НКР. Тут палатка какая-то. Не могу зайти. Что написано? Камп Регулейшн. Не делать... Самовольно не разбивать палатки. Палатки на хановские, похоже. На палатки ханов. Так. Ещё больше нету. Неужели тут задания не будет никакого в Биттер Спрингс? Девочка. Мне страшно. Что-то тут не так с этим Биттер Спрингс. Давайте дождёмся утра. Посмотрим, что тут можно будет... С кем-то, может быть, можно будет поговорить. Вот тут какая-то хата. Она заколочена. Ещё раз иду в главную палатку, там где флаг НКРовский. Мне просто действительно интересно, что тут произошло. А вот и доктор. Лейтенант Марк Лэнд. Что такое? Нужны медикаменты. Ну давай, поторгуем. Что-что? Запасы истощены. Ничего не могу тебе дать. Убирайся. Чё-то ко мне вообще плохо относятся. Мягкосердечный дьявол, потому что... Но я бы хотел им помочь. Пусть дадут задания. Вот тут кто-то. Капитан Жиль. Ещё что-нибудь? Почему у вас флаг перевёрнут? Сигнал бедствия. Лагерь в ужасном состоянии. Если мы немедленно не получим помощь, то невозможно предсказать, что будет дальше. Всем могу помочь вам, капитан Жиль. Дополнительные бойцы. Припасы. Медицинское обеспечение. Всего прочего, мало кто-то повадился ходить сюда по ночам. Спускается с гор, крадёт припасы. О каких припасах ещё идёт речь? Еда, одеяло, одежда, инструменты. Раньше армия регулярно посылала припасы, но как только легион поднял голову, мы перестали получать... Вот несколько месяцев сидим на голодном пайке. Как могу помочь в плане медицинского обеспечения? Лейтенант Марк Лэндом. Но это... Он за это отвечает. Он внизу в медицинской палатке. Подкрепление. В НКР везде проблемы. Можно попробовать обратиться в лагеря Гольф, Форнелл Хоуп и Макаран. Но боюсь, у них дела не лучше. Вдруг у них ситуация выправилась, тогда они смогут выделить людей. А может, они прислушаются, если за нас попросит человек, который неоднократно отказывал НКР помощь. Охота на беженцев. Полгода назад в начале стали пропадать припасы, мы подумали, что это беженцы приворовывают. Затем начали погибать люди. Одна пуля в голову всегда с большого расстояния. Из-за этого ублюдка мы уже потеряли 8 беженцев, 3 солдат. Он прячется в одной из пещер наверху в горах, но у меня слишком мало людей, чтобы послать их искать его. Кое-что еще? Что тут за место? Лагерь беженцев в Биттер Спрингс. Мы обустроили его несколько лет назад, с тех пор, как Легион начал свое продвижение на запад. Большая часть людей пришла сюда, покинув свои дома в страхе перед Легионом. Вначале беженцев было немного, но в последнее время стало народу столько, что мы не вытаскиваем. Мне постоянно попадались эмблемы великих ханов. С чем это связано? До того, как ханы перебрались в Ред Рог, их лагерь располагался здесь, но у нас пока что не хватило сил убрать все. Понятно, до свидания. Два задания сразу. Хорошо, да мы им поможем, я думаю. Доброе утро, мэм. Они, наверное, около передовой находятся, потому что это место недалеко от дамбы Гувера, судя по карте. Хорошо, давайте им всем поможем. Джонни чуть-чуть милосердие проявит. Задачи. Еще немножко протянуть. Поговорить с Маклэндом о медицинском припасах. Направляйтесь в Форнел Хоуп, попросите прислать сюда солдат, или в Макаран, или в лагерь Гольф. Лагерь Гольф я его не находил еще, Макаран мы были. А Форнел Хоуп, мы тоже... А, в Форнел Хоуп нам нельзя, потому что мы там немного учинили налет. Давайте начнем с простого. Начнем с медицинских припасов. Боец НКР, боец НКР. У меня маркер куда-то сюда подсвечивает. Генератор у них тут. Уже можно починить. Нельзя, взорвать тоже нельзя. Тут персонажи... Идем вниз, на юг. Маркер почему-то вниз подсвечивает. Интересно очень. Это, наверное, убить человека в горах, да? Не, вот здесь двое. Убить человека в горах, это отдельное задание. Горы только горы. Вот здесь оно. А еще немножко вот здесь у нас находится. Но почему-то маркера... Как с ума сошли. Говорят, что мне нужно туда подниматься. Может, это не весь лагерь? Не знаю. Сказали, что в медицинской палатке доктора находится. Давайте к нему еще раз попробуем сходить. Я просто, может, не вижу, куда надо заходить. Ребята, ну мы тут совсем справимся. Черти связались с великой армией, конечно. Сам лагерь, наверное, еще выше находится, располагается в горах. Так, НКР, палатка. Эти двери не отпираются. Здесь никого нету. Медицинку. Я же только что видел же. Только что же видел. Я туплю, капец. Здесь медицинская. Ну, вот это медицинская. Ты, иди сюда. Что такое? Капитан Жиль просила поговорить о медицинской помощи. Слушай, если ты можешь помочь, я приму любую помощь. Докторский саквояж был очень кстати. Но больше всего мне нужны медицинские книги. Не обучен справляться с глубокими психологическими травмами. В лагере много детей. У меня есть одна из нужных тебе книг, например. У меня была такая книга, интересно. Так, ну шо, насколько мы им поможем-то? Ну, тут ситуация сложная. Я думаю, три докторских саквояжа я ему даже дам. Спасибо. Это будет нас хорошо стопироваться за все время. Все. Теперь медикаменты. У тебя нету, не появилось. Хорошо, до свидания. Откуда у меня учебник по педиатрии? Я понятия не имею, доктор. Водки я у тебя возьму. Наверное. что тут беженец вот и дети я хочу есть сооруди себе лук и поохотиться а теперь можно докторский саквояж упереть же ты что скажешь сколько же сил выставили против нас легион они сильнее чем мы думали все серьезно эй не робей значит так лагерь макаран ну все им надо только теперь припасы и передислоцировать солдат а больничный блюз еще какой-то найдите учебник по психологии где его искать в компании красный караван ну ладно давай сгоняем за учебником по психологии мы завалили подругу с кэссиди кстати кэссиди возвращаемся на место преступления приготовься ну вроде чисто все учебник по психологии интересно очень книжки я отдаю потому что я сильно не пользуюсь у кого он тут может быть говорят где-то здесь в этом бараке он надо было у доктора спросить конечно добра караванщиков в принципе с караванщиками я не надо выйти мне раз как и с конкретным персонажем переговорить их тут такая куча посмотрите караванщик караванщик непонятно где мне эту книжку искать впереди а у торговцев интересно джентльмены блэйк и охранник красного каравана блэйк купить или продать макара не нуждается в регулярных поставках мяса браминов и специи для столовой это не проблема с нами работают многие торговцы специями масок можно купить на местных раньше вопрос в оплате поставить такое количество мяса лагеря бы быть не недешево стоить дай им скидку по цене тогда в будущем на более важных переговоров у тебя будет преимущество фарго трейдерс пытаются переходить на основный контракт на армейскую броню может сыграть нашу пользу сообщил макарин чтобы ждали первый караван через неделю подожди а книжка что с книжкой с тобой насчет книги надо говорить да можете окне книжка школа выживания у тебя только продается саквояж цветок брока я не понимаю какой-то связанный квест наверное да мне нужна книга по психологию по заданию почему-то меня на тебя навела игра может надо было с доктором беря переговорить получше а или у тебя книга где-то здесь стрэш и беженцы учебник я могу я сам прочитать интересно стресс и беженцы прс телефон звонит ребята секунду звонил хакунин говорил что деревня загибается просто и надо поторапливаться на джонни никуда не спешит так поврена книга патриота я искал книгу можно в разном слышишь в информации в разном не нету ничего квестовый предмет значит тут в разном должен быть истощенная капсюль передатчик удаленного сигнала у меня стресс и беженцы учебник да надо было упереть еще снежный шар мне надо продать такая куча предметов у тебя слышь торганем еще быстро блэйк купить и продать на продажу быстро только и решительно боезапас свой давай сюда 12 7 миллиметров патроны это не то что нужно мне нужны патроны калибра 44 7 45 70 вот эти а что еще мне на дробь нужно патронка 12 калибра вот этот забираем пулевой то и такие все шо еще тебе продать охотничий дробовик забираешь тем не 70 крышек платишь пистолет-пулемет забираешь костюмы все мои еще гальский костюм игрока я кстати еще выиграл пустые шприцы шкуры огненного геккона вот забери выйти до свидания хорошо книжку у тебя сперли попьем воды грязной воды попьем давайте уже тогда сделаем биттер спринкс больничный блюз это мы сделал еще немножко сделаем лагерь гольф вот его найдем он здесь слушайте до него далеко пилить достаточно ну то в макарин получается пещера от пещеры каннибала джонсона в лагерь гольф идти да да давайте откроем этот лагерь я хочу открыть локации побольше револьвер готов воды не хватило маис еще воды выпил уровень обезбоживания очищены еще выпил хорошо я хочу открыть лагерь гольф от пещеры каннибала джонсона от старины пойдем пещера старичка сейчас нападут на нас наверное гекконы золотые никто не посмел на под нападать потому что все боятся джонни хорошо сюда маркер дополнительный и сюда нам куда-то сквозь пустошь надо идти вот и лагерь судя по всему впереди аккуратный спуск чтобы ногу не поломать впереди противники опа какой выстрел а стреляй же быстрее джонни куда ты попал в текстуру опять 2 завалил третьего пит стреллов и мелкого непонятно всех завалил ночные охотники свора была впереди но они ничего не противопоставили джоне кают мать семейства это койоты были всего лишь оказалось ночные охотники жалко ну а что поделаешь жалко у пчелки какой музон пошел а так судя по всему лагерь впереди неплохая вилла вот и наблюдательная вышка тут должен быть нкр-овец наблюдать за этой всей ситуации джонни врывается решительно в лагерь гольф сейчас тут наверное еще десять тысяч квестов нам дадут а заход в лагерь где простите а вот и лагерь вот и лагерь он большой достаточно а по джоне решительно влетел в лагерь лагерь гольф теперь вот вопрос кем не говорит надо искать интенданта наверное в этом лагере куча палаток палатка это не та которая мне нужна это тоже палатка не та которая нужна хорошо маркер подсветился ох тут слушайте река огромная давайте по карте местности посмотрим мне вот сюда в палатку вот в эту передвигаем маркер начать я разворачиваюсь а вот главная палатка ну все собственно по нам понятно я суде напоминаю что тут можно еще деятельность развить все обворовать главная палатка с металлической дверью почему-то кто тут у нас куча нкр-овцев нельсон опять у нас сержант макриди да мать же вашу теперь что капитану жиль тебе нравится служить в армии макриди для меня это жизнь я вступил в армию в 16 лет я больше ничего не умею она и видно в акриде даже лицо уметь не умеешь очень чумазый он 16 лет до сих пор сержант я не хотел переходить в штабные крысы я не для того пошел в армию чтобы бумажки перекладывать это похвально сынок капитану жиль из битер спрингс нужно подкрепление можете выделить бойцов таким то себя воображаю чтобы заявляться сюда просить выделить бойцов я не буду отправлять куда-либо солдат нкр по просьбе первопопавшегося бродяги с пустошей как-то оказался кстати в этом лагере с того дня как мы пришли в вегас в те времена лагерь был постоянным местом стычек с легионом бандитами всем чем захочешь сейчас у меня все время уходит на то чтобы выколотить немного дисциплины в подчиненных сидят на поле так что тут делает теперь когда обстановка поутихла мы штрую солдат пытаюсь поддерживать дисциплину и боеготовность не самая легкая работа в мире солдаты без дела очень быстро начинают скучать все же мы должны быть готовы ко всему легион стоит за рекой ты малость разочарован своими подчиненными да мы не просто так их зовем швалью хорошее дело брака мне назовут они не дисциплинированы ленивый и начисто отбитый командир отделения девочка по имени макс еще ничего но остальные как по мне безнадежны хотя я все равно из них сделаю солдат даже через мой труп или их если на то пошло может я смогу помочь тебе сделать из них бойцов буду рад черт может они послушают кого-то кто они считают официальной властью ты только что сказал что я сюда будь кто сюда заходит и ты не будешь ему помогать от поражения до победы один шаг еще задание получили как скажешь давайте помустроим солдат это будет весело по по крайней мере так невада карта невады если равняюсь смирно что надо сделать поговорите с новобранцами о том как подготовить отряд к несению службы куча заданий fallout new vegas где они они где-то впереди новобранец новобранец панк смирно йо раз сержант макриди попросил поговорить с тобой насчет того чтобы сделать из твоих солдат бойцов йоу я тебя скажу что нужно этим ребяткам хорошую дозу сыворотки злости сыворотки злости психа большая красная когда ты тусил с чертями у меня есть еще связи притащи сюда немного и сразу все наладится рассказывай где достать есть парень по имени джек в канюне ред рок смотри если напичкать народ психа ничего другого уже не прокатит если у тебя есть другие планы насчет сделать из нас конфетку сначала попробуй их я сначала поговорю с остальными как хочешь так знаешь что-нибудь о своих товарищах мы не особо обалдаем point dexter умник долбанный интеллект вкачал у ханрахан тёлок ни на что в бою не годен мэкс но мэкс сделано для того чтобы в окопах гонить такая догоняешь звучит как будто они сплошные отличники неважно все равно они мне не нужны ни одному хорошо ты откуда здесь такой вырос на западе в могильнике знаешь такой слыхал мало кто слышал дофигово для детишек понимаешь пошел в армию чтобы оттуда вырваться мы до сих пор там лагерь гольф почему ты в армии до свидания где остальные его солдат солдатики а надо с каждым из них переговорить насколько я понимаю вот один вот здесь где-то впереди еда это повар наверное местный хорошо сидят жрут наверное вот и мэкс в нельсоне был дикий бой удивлен что наши работы вы выдержали макриди попросил поговорить с тобой насчет того чтобы сделать из твоих солдат бойцов да ты что на удачу тебя научить тараканов строим ходить и то легче может можно что-то сделать чтобы не было так трудно что нужно ты хочешь мое мнение то больше всего нам нужно выгнать отделение на стрельбище научить метко стрелять и метать гранаты уверена у них есть другие мнения выведем их на стрельбище для начала мне достаточно власти чтобы заставить их начать но эти ребята жутко ленивые сомневаюсь что они захотят чтобы тянули в разные стороны как вы хотите легион победить с такой дисциплиной приступим не волнуйся сначала поговорю с остальными подожди с кем еще с остальными поговорить вот они где-то здесь о point dexter салют пьешь кока-колу макриди попросил поговорить с тобой насчет того чтобы сделать из твоих солдат бойцов я лично тебе скажу что надо нашему отделению малость обычной человеческой доброты человеческая доброта люди просто не хотят говорить друг с другом постоянно огрызаются думаешь и надо попытаться убедить ребят ладить друг с другом это было бы честно вот только если это будет моя идея нибудь перестанут все воспринимать всерьез так что может тебе нужно сначала все обдумать лучше удастся их убедить чем они они слушать не будут сначала с ними поговорю так почему ты так боишься драться я не боюсь просто не люблю людям делать плохо вот и все мама я всегда говорила сынок самый старший сильный иди себя хорошо каждый день повторяла я это видел крепко запомнил расскажи о своих товарищах ничего ребята point dexter показал мне как делать фейерверк раз меня иногда как бы пугает но это ладно у него была трудная жизнь понятно как ты оказался в армии несколько неуружайных лет батя сказал что троих дур и шлепов не ему не прокормить помрём из голоду я был старший вот и пошел в армию чтобы сестрам было что жрать чтобы на нас не убили бандиты чтобы иисус нас любил в общем тут ничего хотя мне нравится нашу драться надо не нравится да point dexter я так понимаю ты не из пехоты и не из рейнджеров чем могу помочь ты тут главный говорить строго официально то нет однако поскольку я во много раз умнее и находчивее остальных на этой базе думаю можно уверенно сказать что солдаты на меня равняются это означает нет думаю если ты хочешь свести все к своему узкому ограниченному пониманию власти это верно это в нет то все макриди попросил поговорить с тобой насчет того чтобы сделать из твоих солдат бойцов нелогично абсолютно зачем ему это понадобилось затем спок чтобы у тебя уши выросли он считает что будет легче послушать кого-то кто не облечен властью не предусмотрительный фактор надеялся дожить на легкой волне посредством до жирной правительственной пенсии вероятно я могу помочь ты сможешь достичь такой цели я смогу схитрить интригующе рапорты оба и готовности все роты выводят в компьютер на курорте если взломать систему можно изменить наши файлы хотя такая попытка скорее всего сведет на нет усилия по мотивации отделения к нормальной учебе если ты преследуешь эту цель попробуй другие варианты я мне лучше еще поспрашивать как хочешь уверен тебе скоро стать очевидно какое решение оптимально так еще вернешься поболтать но тут вариантов просто куча что делать этот значит общаться это стрелять этот говорит взламывать компьютер тот пан говорит вообще психа раздобыть мы должны делать выбор ребята как подготовить я думаю надо их учить стрелять потому что снова привет насчет этих улучшений меткость навыки работы со взрывчаткой а у меня взрывчатки не хватит навыка у меня взрывчатки не хватит навыка сколько у меня навык взрывчатки навык оружия у меня сотня взрывчатка у меня 54 поврянная книга патриота есть еще и ментаты есть да ментаты были да попробуем насчет улучшений поведем на стрельбище точно у меня достаточно власти приступим все помогите новобранцам научиться лучше стрелять это это я могу точно вот стрельбище да надо с ними говорить или шо на 5 наш я должен показать пример наверное берешь целишься и стреляешь у них боевые винтовки во всех медленно идут построиться в шеренгу сынки сержант джонни работает так саде отойди из поля боя надо с каждым переговорить до патрулируем мохаве понятно или с ней надо говорить но они должны выстроиться насколько я понимаю смирно макс ладно всем построиться приготовиться к выходу предложение есть занять позиции так что прикрывать друг друга сосредоточиться выслужили народ сосредоточиться не торопитесь выберите цель и скажите товарищем куда будете стрелять я беру цель на 11 часов раз охраном ваши двое справа по индекс тр центральный вдохните перед выстрелом нажмите на спуск мягко не дергайте его правильно вдохните мягко нажмите сосредоточьтесь на выстреле мне кажется неплохо идет а спасибо за помощь думаю сейчас отделение стало работать гораздо лучше так а теперь тренировка с гранатами судя по всему давайте сохранимся снова привет ну что практика на стрельбище помогает надо еще экзамен по гранатам пройти постой солдат я помогу тебя все твои советы я их построю хорошо только я тоже должен подготовиться я должен это методичку перечитать слышишь ментаты использую и наверное поваренную книгу патриота у меня есть правда кэссиди она вроде метает неплохо ладно у нас есть учебные гранаты и учебная полоса мы готовы взрывчатка 25 ладно как метать гранату вы дерните чеку держите гранату в руке и считайте до трех на счет 3 бросайте совсем не сложно 1 2 3 да не подавайте как в бейсболе бросайте выше вам нужно правильная ровная дуга внимание ровная дуга кидайте выше и дальше ребята не старайтесь попадать прицельно гранаты нужно кидать по группам противника отделение взять гранаты для групп накрывайте сразу несколько гранатой кто успеет и тот победил неплохо прошло спасибо вам теперь мы это переживем ну метают гранаты бух-бух-бух никому руку не оторвало снова привет как дела у отделения мы в отличной форме думаю теперь мы гораздо больше похоже на боевую единицу пять из пяти выполненных заданий сделали нкр получена добрая слава но забавное задание достаточно забавно все тут мы закончили давайте следующее задание куча заданий так мне нравится больничный блюз это книжку я хочу сделать флорным холл передислоцировать солдат макаране придется в лагере гольф не хотят передислоцировать может быть теперь захочет солдафон когда я помог потому что пять из пяти задание я сделал для нкр то есть мне репутация не хватает чтоб попросить или надо все-таки в макаране просить об этом где там этот макриде я удивлен это швальд в строю ведет себя лучше чем я ожидал капитану жили сбит расprings нужно подкреплением выделить бойцов после всего сделанного чтоб привести нашу швальд форму я могу выделить пару бойцов для биттер спринг сейчас я дам указание отлично макриде мы сработались до свидания то есть мы сделали им доброе дело и они выделят теперь солдат или мне надо из каждого лагеря по переслать солдат макриде я не вижу чтобы работа пошла патронов у вас тут столько макриде чё-то застрял макриде к рации эй не болей собака подсвечивает что можно тут что-то спереть ну где диалог невероятный от бетезды непонятно то есть диалоги то их нет попросите перед дислоцировать солдат а надо в каждом из лагерей судя по всему я форму холп не смогу этого сделать ладно давайте в макарин направимся ребята направимся в макарин макосердечный дьявол или давайте сделаем книжку ему отдадим по крайней мере давайте в макарине попросим я думаю в макарине меня уважают все-таки помогут макарину в макаран вернее ну макарина макаран кто у нас тут у нас тут полковник джеймс шум что могу для тебя сделать чем дело так хочу приносить по не хочу если вам нужны на базе лишние руки мотогонщик мертв доказательства его шлем можно избавиться от шлема мотогонщика невероятно этот человек принес нам столько горя с тех пор как мы здесь обосновались для нас может стать серьезным поворотным моментом не могу перечислить сколько раз мы думали что достали его но позже он появлялся вновь и снова отрезал головы погибшим солдатам вот твоя награда это от фонда собранного мною и многими солдатами с базы возможно ты не из нкр но мы хотим честно наградить тебя добрая слава получено и 300 крышек хорошо капитану жили сбит распринкс нужно подкрепление можете выделить бойцов чего это ты думаешь и можешь сюда приходи давать мне рекомендации кого и куда посылать но я не хочу честно говоря на вас работать сложности нкр нет надоело выполнять вам задание вот что достали то достали ребята давайте сделаем не знаю не хочу просто сейчас здесь у них выполнять задание на форму холл по плохо делали тут просто будет проблема у нас ну давайте рискнем ладно на форму холл вроде бы форму холл это там где как раз таки стрелял сейчас на меня влетят вообще репутация упадет в пнк р нет на них нападает кто-то на них кто-то нападает интересно кто или я не тут стрелял их непонятно вечер добрый на них нападали дудни на форму холл я думаю мы сможем им помочь вернее у них попросить подкрепу у макаране просто надо опять таки выполнять задание чтобы еще больше счетчик региона по это отношений хороших повысить с кем тут можно переговорить вот с тобой например майор палатте усатый прислали рапорт о том что ты разобрался с отрядом легонов в нельсине и ты имеешь к этому отношению прими мою благодарность а ребята уже давно надоедают теперь без них мы сможем подготовиться к боям у дамбы гувера капитану жили из биттер спрингс нужно подкрепление выделите бойцов лучше майор палатте простила что мы не привыкли к тому что каждый встречный поперечный диктует куда направлять бойцов вам помогать я тоже не могу я не хочу сильно вас усилить при боевой битве за дамбу поэтому вы обойдетесь все обойдутся все вот сколько я выделил подкрепление столько и хватит давайте возвращаемся в биттер спрингс приносим книгу больничный блюз убиваем для них снайперов и для этом на этом помощи нкр закончится потому что джонни не хочет слишком сильно им помогать просто потому что не хочет и все значит в каждом из лагерей надо каждому из лагерей помочь чтобы выполнить задание биттер спрингс мы вернулись под ночь джонни очень сильно хочет выпить очищенной воды дую к докторишке а потом идем снайперов снимем которые беженцев убивают вот и все знаете что интересно если сейчас им выполню задание со снайперами у меня счетчик заданий с нкр улучшится улучшится репутация может я смогу им помочь мы это проверим докторишка книжка для вас медицинские препараты очень кстати огромное спасибо за у меня зависимость развелась довелось увидеть хоть половину того что видал я тебя сложно сложно тебя обвинить вылечу 50 крышек тебе еще в карман укольчик сейчас будет до вылечил меня хорошо и очистить от радиации у меня есть еще одна книга для тебя именно то что я узкал спасибо тебя счетчик выполненных заданий нкр добрая слава я благодарю заставкой книги не занимал не парься слушай подкинешь лекарств подкинь лекарств могу поделиться хорошо спасибо два стимулятора ну такое честно говоря 4 радыкса это уже получше 2 анти родина теперь смотрим счетчик заданий как он вернее не счетчик заданий а общую статистику по нкр может мне не придется помогать добрый миссия мякосердечный дьявол я все еще надо еще наверное четыре задания выполнить чтобы я был для них хорошим ну ладно горы только горы кто нападает на людей это удалить я можем макарин туда и лагерь гульф я сделал уже задание уже в макарине я за кадром подделываю задание потому что я этому за кадром еще что-то брал у них но я не хочу вот их си я не хочу сильно усилить нкр понимаете чтобы они не отхватили вегас теперь проблема в горах у нас знаете какая мы непонятно куда идти но идем пока что по прямой мне кажется здесь можно подняться и будем выслеживать тех кто охотится на них револьвер надо приготовить тут только кактусы ничего не видно интересно я смогу тут подняться я очень на это надеюсь однако джонни не хочет тут подниматься и как его должен эти горе преодолеть может тут следы какие-то должны быть нет все в горах в эту гору залезть вот здесь можно нельзя можно себе ноги руки-ноги по 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 разбивать одну гору я например преодолел мне нужно вообще на самый верх залезть чтобы этих снайперов найти охотников охота на охотника происходят на ваших экранах уважаемые зрители джонни пытается найти заход в горы очень неоднозначный вот здесь возможно ох как музыка изменилась а главное чтоб джонни сам в текстуре не застрял не могу понять как в гору проникнуть я точно не поднимусь капец мне обходить и обходить вот здесь какой-то перешейк есть у джонни получается эта пещера эта пещера склад великих ханов значит великие ханы нападают а я не хочу с великими ханами портить отношения поэтому мы попытаемся через красноречие сыграть заперто простой замок эй как тебе удалось найти это место говорит оскар веласко это ты устраиваешь налеты на лагерь беженцев у биттер спрингс они себя так называют старая добрая нкр могут что угодно вывернуть наизнанку знаешь что я тебе скажу про лагерь беженцев он стоит на крови и слезах моих людей никто не любит об этом говорить но я помню люди в лагере не повинны в гибели твоей семьи это беженцы очевидно в оскар веласко один из рейдеров которых вытеснили отсюда нкр вот поэтому они нападают я знаю но что еще делать ханы уже не первый год живут в каньоне редрок пора оставить ненависть прошлом и вернуться к своим может быть это и так может три года мести это достаточно спасибо за помощь теперь я понимаю один от тайников с продуктами и боезапасами которые мы оставили в горах возможно они тебе пригодятся ключ от хранилища великих ханов я тебя даже не увидел мины обезвреженные что тут у тебя ящик с боеприпасами электронные заряды патроны винтовка припасы великих ханов сундук медык сментаты забираем свинина с бобами я перегружен это не проблема потому что я съем мясо койота силу снижает я его даже выброшу свинину с бобами съем скотч виски запью и стейк из брамена еще съем сила у меня повысится я еще обезвоживание у меня ну что поделаешь а что за припасы великих ханов ядером яйцо касадора ппп припасы великих ханов непонятно макароны с сыром какие то да боевые винтовки всякие я поподбирал солнечные очки надо вернуть вернее полицейские солнечные надо убрать тут он спал закрепился он неплохо здесь закрепил я его даже не увидел в темноте рекс тут бегает чисто все неужели задание выполнено такое простое через красноречие джонни сыграл да надо возвращаться капканы он тут поставил может быть мины обезвредились самостоятельно после того как я с ним переговорил но с ханами не хочу портить отношения это рейдеры из первого фоллаута и хочется с ними поиграть потому что в первом фоллауте джонни их стрелял возвращаюсь битер спрингс сейчас посмотрим как изменится отношение нкр опять мне наверх пилить кошмар просто джонни серия беготни как назвать серию я знаю не миротворец ну можно миротворец назвать потому что джонни сегодня очень мирно играет никому даже башку не отстрелил кроме мутантов но сейчас задание затоскуешь да наши бегут все так решительно так доктор уже не нужен да наше командир отделения вот кстати можно еще что то спереть у них так командир отделения дрыхнет капитан жиль такая бледная мэм вам бы виски выпить как продвигаются наши дела но в горах есть пещера там мне удалось найти этот ящик с припасами возьмите как тебе удалось их разыскать хотя знаешь неважно не все проблемы решены это уже значительный шаг в нужном направлении нападение на лагерь больше не будет они вас больше не побеспокоят кто это был любая информация очень пригодится для аэропортов это был рейдер великих ханов он основался в горной пещере в этом ущелье когда-то была крепость великих ханов видимо по этому он так неуловим есть предположение почему великий хан оказался так далеко от каньона редрок около трех лет назад красные береты атаковали здешние укрепление лагерь ханов была неразбериха в переговорах в результатах погибли мирные жители видимо он до сих пор не простил ну вот и все ясно теперь стало это трагическая ошибка была но мы сделали все чтобы загладить вину например со стороны похоже что НКР за одну выгнала ханов из биттер спрингс мы оказали медицинскую помощь раненым всем раненым и разрешили ханам обосноваться в каньоне редрок ладно с этим покончено удалось убедить его оставить биттер спрингс в покое Дженни просто мастер с красноречия чем могу помочь дополнительные бойцы припасы медицинское обеспечение да я же тебя притащил уже до свидания мне придется судя по всему делать повышать свой рейтинг в еще немножко бери все крыжи лиси с яйцами ночного охотника это мы успеем еще немножко шо мне еще осталось сделать то а лагерь фоурнл холл попросить передислоцировать солдат в биттер спрингс и и припасы для лагеря я ж только что нашел припасы мы все благодарны тебе за помощь теперь я думаю в лагере все будет в порядке но задание не выполняется у меня здесь еще две а припасы я должен найти вот оно шо я должен найти припасы в тайниках ханов я думаю ребята за припасами я полезу за кадром потому что тут их не найдешь в этих горах хотя вот тут они мне подсвечиваются в принципе если использовать еще каши глаз мы сможем их быстро отыскать каши глаз есть пошло пошло поехало правда джонни теперь все видно я чувствую первый тайник он здесь это пещера склад мне нужно больше припасов достать нет это просто пещера склад припасы где-то здесь тут противники есть ночной охотник кстати так заваруха сейчас не кислая будет джонни не попал два раза под каши глазом целая стая всех уработали алекс жив кровь хвост забираем теперь нужно отыскать припасы как же стильно перезаряжается дробовик использую ключ а вот и припасы блок сигарет гранаты припасы великих ханов похоже на ящик с гэком эти припасы 308 ящик со взрывчаткой все забираем перегружен не нормально еще могу тащить бафаут медикс рикошет и вискарь вот теперь я перегружен рекс давай сюда боевая винтовка боевой нож динамит с длинным запалом пять осколочных гранат охотничья винтовка противопехотная мина костюмы щекольская шляпа игрока рекс вот и ненавидишь шляпы давай попробуем тебе их дать ничего не произошло смешного ничего заберем теперь шляпу разное блок сигарет рекс несешь самое важное в пустошах шкуры койота металлолом кровь ночного охотника которая весит джонни разгрузился припасы я забрал да грязная вода маис очищенная вода все больше не беру это не нужно карту местности включим все в этой пещере все значит мне нужно теперь в следующую пещеру проникнуть и в ней найти припасы тоже то есть он оставил припасы в тайниках он грамотно действовал вторая пещера на юге а мне нужно южнее взять джонни очень рисковый переход через скалу но получилось пещера южнее чуть-чуть где-то здесь впереди или нет маркеры потому что немного непонятное пещера склад великих ханов я там не все забрал судя по всему ребята в первой пещере да нет пещера номер два где-то здесь я в первой пещере все забрал у меня маркер ведет на вторую пещеру но тут я ее не вижу господи ты боже мой как все трудно когда я был в первой пещере то тогда прохода не было тут тоже нет прохода уже она ниже просто находится я сейчас так себе ноги поломаю просто я ее обхожу давай ниже спустимся вот она муравьи рабочие неплохой выстрел не понимаю попал или нет вроде попал опасность тихо там будь Кэссади не выпендривайся потому что муравьи гигантский уже идет солдат второму надо еще выстрелить а нет очков действия я бы ловкости хотел поднять честно говоря или увеличить очки действия следующий перк берем на очки действия потому что из ватса хочется побольше пострелять ох тут а радиации у нас это не проблема потому что мы используем радыкс и антирадин сразу чтобы выводилась гладко гладко кстати муравьиных яиц муравьиное мясо тут есть и муравьиный нектар это все такое это все вторично а первично то что я не вижу куда идти поэтому я использую еще кашеглаз я все равно не вижу куда идти я застрял в текстуре сейчас вот сюда мы пойдем а тут муравьи проникли реактивные что припасы гидра грязная вода не видно ничего теперь получше припасы я собрал растяжек не было в ящике кекса макароны с сыром возьмем макароны с сыром сейчас припасы завалим и все и будет все хорошо хм кто-то посмел череп богорога расколоть на двое очень интересно кто бы это мог быть такой смельчак возвращаясь в лагерь отдаю припасы все ли припасы я собрал да по припасам все судя по всему хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе то есть потому что я первый раз в диалоге ей сказал что забери припасы этого хватило зачем я за ними второй раз лазил непонятно watch out она куда-то делась эта подруга наша каравец как боец нкр где же зелета капитан жиль это макларент непонятно куда она делась к ней даже маркера теперь нету а где тут подождем пару часов хочу с ней еще раз переговорить джонни аж перекоса бочила непонятно куда делась командирша отряда на рабочем месте ее тоже нету сейчас 6 часов давай до 7 подождем она должна где-то тут появиться вот она нет где же она делась наверное подкрепление уже прибыло их потому что тут так много не было вот она еще что-нибудь припасыж принес удалось найти еще один ящик с припасами так эти припасы облучены если мы профильтруем их с помощью радик все будет нормально есть лишний радик сможет сработать спасибо еще у нас получил карму нкр получена добрая слава давайте посмотрим общая карма джонни в нкр макосердечный дьявол все еще не надо делать задание очевидно надо делать задание давайте нкр ски за задание они могут быть смешные на них тоже выделим серию но давайте перед этим вернемся в торн кружи и люси с яйцами ночного охотника потому что это задание мы тоже выполнили куда-то сюда в торн много событий очень у нас последнее время скорее торн открыт торн открыт и приветствует джонни великого охотника и миротворца и вторни нас ждет самая достойная награда для достойнейших правда прыжок рыжая люси яйца существ которые тебе нужны у меня отличные новости яйца ночного охотника торн будет заботиться о них пока их обитатели не подрастут достаточно тебе за работу уже 80 надо бартер 700 крышек вполне сойдет возьми яйца спасибо можно еще помочь чем-то торну своим лучшим охотником даю задание найти яйца касадора я буду приятно удивлена если кто-то вернется с такой добычей где их найти смертоносный но очень не любит общество попробуй поискать неподалеку от каньона редрок я найду для тебя яйца касадора мне нравится твоя смирная смелость до скорого ох ты ж господи ты боже мой это надо кэссиди и рекса наверное оставлять и идти туда охотиться на них в одиночку это джонни наверное пойдет действительно в одиночку что дальше по заданиям таланты отзовитесь это надо сделать кесарю кесарево отрежем смена руководства раздобудьте бенни платиновую фишку это сделаем да еще куча заданий просто ребята фоллаут нью-вегас следующей серии мы продолжим джонни найдет чем заняться а рекс и кэссиди наверное отдохнуть если я полезу на кассадоров можно взять с собой этого рауля как ты рыжей люси относишься к гуляма интересная перспектива достаточно следующей серии увидимся спасибо за внимание и до свидания еще же этим надо помогать нк ровцам нашим задание закрыть а хотя можно попробовать будет за кадром изгонять туда я не хочу просто все задания делать для них мне нужно сделать еще немножко хорошо называли кстати мне фору 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 лорн хоуп и в макарине чтобы они оказали поддержку биттер спрингс мне нужно для них в тех двух лагерях делать еще больше заданий чтобы у меня счетчик заданий поэта какие-то мелкие может сделать задание посмотрим на этом целую серию наверное затянется потому что беганина с этим нкр нужно потому что чуть-чуть увеличить репутацию с ними посмотрим найдем чем заняться фоллаут не вегас спасибо за внимание джонни и до свидания